Святых Отца Нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийские, Святаго Великомученика и Целителя Пантелеимона, Святых Виленских Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, Святых и Праведных Бога Отец Иокима и Анны, Святителя Григория Паланы, Архиепископа Фессалоницкого, Его же и память ныне совершаем, Святых и Праведных Бога Отец Иокима и Анны, Всех Святых помилует и спасит нас, як облак и человека любит. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Всех с праздником! В воскресенье Христово, возлюбленные братья и сестры, вторая неделя Великого Поста, она у нас посвящена Святителю Григорию Палами. Можно сравнить Великий Пост с таким временем, если кто-то и помнит, и сами, наверное, застали, или из каких-то фильмов, может, смотрели, что раньше не было, вот как сейчас, например, взяли одежду всю вместе, забросили ее в стиральную машину, положили порошок, и она стирает. Нет, вот шли на речку, на какой-то источник, знаете, после какого-то определенного времени одежду надо было простирать, и, значит, ее положить на хранение там, до следующих таких вот суровых времен, и одевали уже вообще другой вид одежды. И каждую одежду еще, можно сказать, такие деревянные были досточки с зазубринами, значит, ее так это проглаживали, и так далее, и так далее. Вот, если можно так это сравнить, время Великого Поста, что более мы должны тщательно все пересмотреть в себе, вот это вот очистить, чтобы, для чего? Чтобы пополнилась наша душа, наше тело пополнилось чистотой такой, стяжанием, вот как преподобный Серафим сказал, стяжало бы Божию благодать. И вот святитель Григорий Аполлама, он как раз и такое направление избрал о нетварном таком свете, невидимом для людей, но если человек будет к нему стремиться, то вот этот свет, он будет и ощущать в себе, и даже более такие святые отцы, они восходили и этот свет видели. Ну и в это время, конечно, жизнь его приходилась на конец 13-го, начало 14-го века, что в это время возникли такие, значит, люди, которые считали, что этот свет, который видели у Господа, он не нетварный, а тварный. Вот, например, как мы видим вот этот вот свет от солнца исходящий, еще от каких-то таких предметов, что его нельзя сказать, что он сам по себе, что, значит, вот его какие-то источники излучают, значит, вот тот же самый и свет, который исходил на горе Фавор от Господа, он является тоже таким чувственным, видимым тварным светом. И такой монах, колобардийский Варлаам, вот сделался таким противником вот этого именно учения и инок Акиндин, и они так вот возникли, значит, противоречия такие возникли даже на основании этого в церкви, и потерпел такое, можно сказать, и отстраняли Григория Паламу от управления церковью, от общения с церковью, но вот он все равно продолжал это отстаивать, и в конце концов, действительно, это было им, значит, это было им и доказано, и на таких вот и личных примерах, и, значит, опорой на святых отцов, он вот именно это учение изложил, и оно укрепилось. Ну, мы, конечно, далее знаем, что и даже в нашей церкви это все проявлялось в беседе, например, Матавилова с преподобным Серафимом Сорозовским, когда они беседовали, он, Матавилов, говорит, что, видишь, я даже не внешне, а внутренне только перекрестился, и вот как для него открылся преподобный Серафим в таком ярком свете, значит, что он даже не мог на него смотреть. Ну, и этот свет Господь открыл он на горе фавор святым своим ученикам и апостолам, трем апостолам и ученикам. Ну, мы тоже должны к этому стремиться, к этому свету, как и царь Давид говорит, говорит, словеса, говорит, словеса Твои, Господи, говорит, свет стезян Моим, что мы, если будем стараться в тех испытаниях, вот именно, когда Господь в нем проявился вот этот свет, на фаворе он открылся, когда он беседовал о страданиях. Мы вот именно как раз желаем спасения без страданий, без каких-то, чтобы не было у нас в жизни никаких испытаний. И вот это, конечно, неправильное понятие, и мы молимся, подходим к этому рубежу, к этим испытаниям, но когда они приходят, мы, конечно, неправильно на все реагируем, неправильно к этому относимся, и, конечно, вот пример самого Господа и других святых отцов, он, значит, нами не испытывается. Вот. В определенные моменты человек получает это все, эту благодать, особенно она, получается, вот этот свет принимается на Пасху, когда Господь видит, что мы уже, ну, ничего не хотим делать, уже так это, как какие-то младенцы, смотрим на все, то, что с нами происходит. Он нам это дает, вот эту свою любовь, вот этот свет, который проявляется через внутренний мир нашей души, значит, но потом, потом и говорит, ты береги его, значит, это вот мир души, этот свет, не обращай внимания, что кто как себя ведет, как он к тебе относится, как еще там какие-то бывают искушения, испытания в жизни, но мы вот тоже так к этому как-то неправильно подходим, и вот эту вот благодать и мир души мы, конечно, зачастую, зачастую не сохраняем. Поэтому, если все-таки мы правильно освободимся, покаемся, вот причастимся и скажем, ну вот на следующей неделе я попробую, значит, вот какие-то уже ясно, что мне предстоит вот на следующей неделе, какие-то меня ждут испытания и вообще, которые меня ждут испытания, или какие-то обстоятельства жизни, или что-то связано, может, с нашими болезнями, и так далее, и так далее. И я вот в этот момент обобрусь вот на Евангелие, на жизнь нашего Господа, значит, применю вот это, его жизнь, применю, которая была ради меня, ради спасения моего, применю, применю то, что он сделал к себе, промолчу, значит, ведь он был Бог, и то молчал, когда его там и оскорбляли, когда и к нему проявляли несправедливость, позор такой, бесчеловечный вообще, а нам вот, ну немножко, так это, очень поверхностно приходится даже, и малой, вот этого вот малого действия мы не хотим испытания принять. И если бы человек вот так бы попробовали бы хотя бы, значит, то мы увидели бы, что как наша душа потихоньку наполняется миром, наполняется любовью, наполняется спокойствием. Что много примеров, что женщина кровоточивая прикоснулась, говорит, уже она все методы использовала, значит, но уже ничего у нее не оставалось, она говорит, хотя бы, значит, сзади прикоснусь ко Господу, и то я теперь уже верю, что я исцелею. Так и мы уже, ну все испробовали, нет, все продолжаем ворчать, и ворчать, и сердиться, и обижаться, и вот этому, как говорится, вот как это действие, нету, вот нету и нету конца. Приходим и по новой начинаем исповедоваться, и вот этого мира душевного нету в нашей, нету в нашей душе. Если будем, хотя бы понемножку, скажем, что перемысленно так, дай мне, Господи, перетерпеть, не озлобиться, не обидеться, значит, в этой, в этой ситуации, то мы увидим, каждый из нас увидит такие ощутимые плоды. И можно посмотреть и на реакцию других, других людей, как они к этому относятся, не только в Евангелии, а и среди нас есть такие люди, как они к этому относятся, как они это все воспринимают, как они вот в этих, вот в этой ситуации, в таких критических ведут себя. И то, конечно, и наше, наше будет такое состояние изменяться, и мы сами будем вот внутреннюю такое вот ощущать и внутренний свет, и внутреннюю радость, и внутренний мир, и спокойствие, чтобы мы знали, что мы именно, для чего нам нужен Великий Бост, чтобы мы избавились от гнева, чтобы мы на Пасху смогли бы полностью из нас вот этот дух сердитости, вспыльчивости, какой-то обиды, уныния, чтобы никогда бы не было, такие бы не были ситуации, чтобы в нашей душе никогда бы мы не проявили какого-то психования, каких-то плохих слов, чтобы мы вот готовились, что вот Господь, Он, значит, через свои страдания, как вот и народ избранный, сказал, начертите кровью, агнца на косяках своих дверей, значит, значки, и проходил ангел смерти, и этих первенцев египетских поражал, а первенцев израильских сохранил. Так и наша душа, что мы, значит, приходя на воскресенье, на божественную литургию, причащаясь тела и крови Христовой, чтобы какие-то общие такие ситуации, которые происходят в мире, то, что случается, вот, как они, значит, не коснулись народа избранного, Он, Господь, сохранил, и такие великие чудеса перевел, значит, из этого состояния к смерти, к жизни. Так и мы, если будем вместе с нашим Господом, если будем мы стараться, значит, вот, верить Ему, опираться на Его жизнь, на Его учения, на Евангелие, то мы то же самое, что бы в этом мире ни случалось, не было сейчас очень много всего, так это, чтобы задавить человека, умертвить, какие-то так это обстоятельства, но что бы мы верили, что с нами ничего не случится, что мы это вот, эти обстоятельства, нас Господь ни в каких таких вот обстоятельствах не оставит, что мы же причащаемся, Он же с нами до скончания века. Аминь. Господь да поможет всем. Всех с праздником, возлюбленные, братья и сида. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,